Здравствуйте, дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube. Привет, Россия! И мы готовимся к новому дачному сезону. Сегодняшняя программа о том, все ли вы подготовили для того, чтобы уже ринуться на эти наши пахоты и все там сеять, резать, заматывать и так далее. Вот у меня на столе расположились прибамбасы, как я их называю, те, которые нам крайне будут необходимы в начале лета, то есть весной, и все лето практически, и даже осенью. Обратите внимание на меня. Видите, какая я свежайшая? Я готова к сезону. Я готова начать. И вы вместе со мной. Кто не живет в Сибири, на Дальнем Востоке, в северных районах, тот, конечно, не предполагает, наверное, что у нас, например, в Сибири огромное количество клещей. И клещи несут с собой не только энцефалит, а еще и болезнь лайма или, как его называют, бериллиоз. Это страшные вещи. После того, как установлено, что человек укусил энцефалит, он получает инвалидность в первую группу. А если у него там после укуса клеща обнаружилась инфекция именно этого болезни лайма, это означает, что не сразу человеку станет плохо, его проколят антибиотиком, его там все дадут таблеточки попить, но через 10-15 лет могут вдруг отказать почки. Представляете себе эту гадость? Я про что хочу сказать? Про то, что надо обязательно иметь вот такой костюмчик, если на вашем участке есть лесная зона или трава по пояс. Главное, чтобы костюмчик сидел. Вот этот костюмчик достаточно большого размера. Он очень легкий, потому что даже упаковка, да, это больше, чем на меня даже, на метр восемьдесят примерно. Конечно, в нем не будет жарко, но вы будете защищены от посещения этих клещей. Если они и наползут на костюм, то вы их увидите. Он абсолютно закрывает все. Поберегите себя. Вы что, почему вы выходите опрыскивать сад и огород без маски? Объясните мне, а почему без таких защитных очков вы ходите косить? Это же первое, куда попадает скошенная трава, палочки, веточки. Это, конечно же, глаза. Если одеть хотя бы простые очки, ну, в которых вы читаете или там телевизор смотрите, это и то как-то защитит ваши глаза. Эти очки идеальны. Красите, одевайте очки. Опрыскивайте, одевайте очки. Косите, одевайте очки. И это же обязательно. Это же ваше здоровье, а не продавцов из магазина, которые вам предлагают, а вы не покупаете. Вы, пожалуйста, ну, как-то впустите в себя понимание того, что это ваша защита. Ну, я надеюсь, что вы понимаете, что энцефалитный клещ легко может быть устранен даже таким препаратом, который называется фитоверм. А уж таким препаратом, как цифокс, чем и обрабатываются сейчас наши дачи и все около них, он прекрасно работает. У клеща просто там кишечная, заворот кишок и до свидания, он на третьи сутки помер. Если обработали дачу, пожалуйста, трое суток туда не появляйтесь и предупредите соседей. Это очень действенные препараты и к тому же они очень токсичные. Значит, едем дальше. Что нам понадобится еще? Конечно, мы говорили уже о стебледержателях. Оказывается, они есть не только такие маленькие, а вот такие вот большие. И крепить ими, ну, для меня, честно сказать, одно удовольствие. Не знаю, некоторые сопротивляются. Я другого варианта не вижу. Я не веревочница. Я не люблю эти все веревки, лямки, разорванные наволочки. Это все было 30 лет назад ровно. Значит, вот такой рулончик прекрасной штучки, как это называется, этикетки, да? Ими пользуются продавцы в магазинах, когда надо от руки что-то написать. А мы пользуемся для того, чтобы как-то отмаркировать все наши посадки. Вот это и вот это. Ну, ручка тоже хорошо, но она сотрется, смоется. А если мы напишем вот такими маркерами, даже просто по деревяшке, там, по доске, которая у нас там помидорки отделяет, это не сотрется не только за лето, но и вообще никогда. Это перманентный маркер. Запоминайте, пожалуйста. С этим вы знакомы. Это прекрасный инструмент. Ему даже лет, наверное, уже 20, не менее. Хочу сказать, что вот такой степлер большой должен быть обязательно. Вы же пользуетесь укрывным, пленками разной толщины. Складывайте вдвое, втрое. Такой пробьет даже пятилитровую бутылку. И я это попробовала сделать. Прекрасно крепит. Вот в сложении толщина пятилитровой бутылки, два слоя, прекрасно пробивается и прекрасно держит. Что это такое? Тоже все знают. Это хомуты. Да, они одноразовые, но они нам тоже пригодятся. Вы вспомните, ну, нам нужно срочно парник для перцев. Да, или для баклажан, потому что там, в парнике-то, они лучше будут развиваться и расти. А как закрепить? Да, дуги поставили, но на них надо еще какие-то поперечины, прожилины. Как-то закрепить и начинаешь ломать голову. Чем их привязывать-то? Да ничем. Купите вот такие вот хомуты, вам хватит на целый парник. И без проблем затянете так, что ни один ветер, никакое животное не разломает. А вот это, естественно, для вашей косилочки. Да, у всех же есть триммер. Либо электрический, либо он какой? Бензиновый. Правильно. То есть без втыкания в розетку. И я, знаете, что хочу вам сказать? Вот недавно смотрела передачу, там один мужичок, ну, голова просто садовая. Он придумал рыхлить вот этим триммером, а я придумала другое. У вас картофельное поле, и вы что с тяпочкой там, да, тык-тык эту травку. Да травку достаточно просто снести около земли. Так возьмите триммер с хорошей леской. Вот эта звездочка, треуголочка такая, она как бы имеет три грани очень таких острых. Да там любая трава под самый корень вместе с землей можно снести. Попробуйте, потому что 10 соток картофеля пройти вот так между рядами. Но я призываю вас еще к тому, чтобы картошечку в ряду посадить очень вот так вот, да, густенько вот картошечки вот так. А вот между ряде сделать вот так, почти метр. Вот тогда и картошка будет рада, и вы будете счастливы. Потому что привезя триммер бензиновый вместе с собой в машине и заправочку там бензин с маслом, Да вы за 15 минут 10 соток пройдете, и голова ни у кого не болит. Когда картофель сомкнется, трава не будет так растить. Два раза обработайте. Это я придумала. Я молодец. А вот это, а вот это посмотрите. А это называется муфта. Это муфта и это муфта. Это значит, что что-то с чем-то надо скрепить, соединить. Мы называем их в простонародье в Сибири грибочки. Для чего они вообще придуманы? А для того, чтобы два шланга, два куска шланга соединить в один, смотрите, вот это вот шланг, одеваете сюда, втыкаете его, здесь есть специальное, ой, ну ничего страшного, специальное, как бы, да, колечко, вокруг колечка, одели его, покажу еще раз, да, вставили, а потом эту штуку взяли и закрутили. Шланг прикручивается настолько плотно, что ни одна капелька воды не вытечет. Это ровно пять секунд. Даже маленький внук или внучка вам это сделает. Но остановлюсь конкретно, все-таки сегодня, да, знакомая штука. Это, конечно, мой любимый полольник стриж. Господи, боже мой, столько вопросов назадавали на ютюбе, мама дорогая просто. Да, вы посмотрите, я хочу его показать близко, чтобы было понятно. У него есть свободный ход. Он практически замкнутая, да, петля, буква О. У него вставляется сюда тонкая палочка, не такая, как у лопаты, потоньше. Вставили, колечко подняли, перевернули, постучали, колечко село, все, палка закрепилась намертво. Не надо звать Васю, мужа, брата, чтобы он вам там этот шуруп вкрутил. Здесь все просто. Посмотрите, здесь есть такие пяточки изнутри, на которые крепится вот это лезвие. Кстати, сделано оно из высоколегированной стали и обработано авторским методом лазера, заточки лазерной. Оно самозатачивающееся, его не надо точить. Оно не покрыто краской, оно покрыто солидолом, в чем я благополучно вымазалась уже. И вот эта вот часть его свободная, она не просто так придумана. Посмотрите, как все просто. Вот он у Вас на палке, да, вот так торчит палка. Вы поставили на землю и Вы вот его к себе наклонили. Полольник встал вот на эту часть лезвия, она очень остро заточена. Вы проводите вот так. От усилия Вашей руки на палке он может опуститься до 7 сантиметров вниз. То есть Вы все корни можете подхватить. Довели до себя. Он раз и встал на вот лезвие обратное, обратную сторону. И Вы от себя, как швабры, на себя, от себя. И никакой спины не болит. Это Вам не тяпка. Все время напрягать одно и то же место. И когда Вы тянете на себя, это легко. И это и на глинистой почве работает. Слышите меня, подписчики, для Вас говорю прекрасным образом. На себя, от себя все корни вывернулись. Вы можете прополоть 5 соток картошки за полчаса максимум. Причем и порыхлить одновременно. Специально купила, чтобы Вам показать. И это сказка просто. Вот так он должен выглядеть. Вот у него эта часть легко снимаема. Ну, надо сжать ее, чтобы снять. Если у кого-то заклепано, это не стриж. Его делает только Новосибирск. Я не могу говорить все. Но уж это-то скажу, чтобы Вы понимали, что Вы покупаете ненужные вещи садовые. Ну, это надо приложить усилия, чтобы одеть его назад. Он очень хорошо сидит на этих штучках. Сейчас скажу еще о нем два слова. Посмотрите. У него заточка начинается вот от этого места. Видите? Не просто так все. От этого места все заточено. Но когда Вы ведете между рядами растений, это Вам не коса маленькая, которая обязательно что-нибудь срежет. Нет. Здесь все происходит по-другому. И острая его часть находится под землей. Вы не пораните соседние растения и свои ноги. Однозначно. Ну, я думаю, что я что-то разоралась, да? Вообще ни уму, ни сердцу. Я прошу прощения. Но я хочу, чтобы Вы меня услышали. Вот это все, что здесь есть, а это еще как бы не все, что нужно на даче. Оно будет помогать Вам. Ну, так помогать, что Вы позволите себе днем поспать, вечером посидеть с друзьями, пригласить своих деток, накормить их вкусно, напечь пирогов. Ну, что, забыли мой пирог с ягодой, что ли? Ну, будем печь из капусты и с ягодой, и все подряд. Я желаю Вам счастья и здоровья. Вот просто, ну, я так устроена. Я не могу. Если мне хорошо, всем должно быть хорошо. Ну, а на этом всего доброго и до свидания. А то я никогда не закончу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...